Я рад снова быть с вами. Я обожаю начало года. Обещание, чистый календарь, наполненный потенциалом. Я считаю январь новым подарком. Каждый наш год мы начинаем с цикла уникальных проповедей. И этот год не будет каким-то другим. 9 февраля у нас в гостях будет Оливерт Норс. Если вы живете в центре Теннесси, то можете присоединиться к нам. Он будет на четырех служениях. Я верю, что он благословит вас. Он стоял за истину много лет, и мы рады снова видеть его у нас. А сегодня мы будем говорить о том, как стоять за истину. Мне кажется, что слова Исаии сбылись в нашем поколении. Истина упала на улицу. И вместо того, чтобы обвинять других, мы должны встать за эту истину. Приятного вам просмотра и хорошего урока. Мы начнем со второй главы Даниила. Прочитаем немало мест писания. Там сказано «Да будет благословенно имя Господа от века и до века». Ибо у него мудрость и сила. Кто написал книгу Даниила? Это простой вопрос. Даниил. Он был рабом Вавилоне всю свою жизнь. Если вы были рабом на государственной службе, то, скорее всего, вы были евнухом. Его жизнь нельзя было назвать приятной, но Даниил был удивительным мужем Божиим. Бог послал Даниилу ангелов. Чтобы сказать о том, что Бог ценит его, мы думаем, что наша ценность связана с обстоятельствами. Наша жизнь бывает легкой и тяжелой, к нам относятся справедливо и не очень, но Бог смотрит иначе. Даниил получал такие откровения, что даже сегодня мы открываем его книгу, чтобы узнать, что ждет нас впереди. Даниил – удивительный человек и пример по жизни. В 21 стихе сказано, что Бог изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет их. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. «Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Ибо ты открыл нам дело царя». Даниил говорит, что Бог меняет времена и сроки, что Бог ставит и снимает царей, что Бог дает мудрость и знания, что Бог работает в жизни людей, и Бог поднимает, опускает группы людей и даже целые народы. Это часть истории, это основание Ветхого Завета. 74-й Псалом говорит, что Бог есть Судья. Одного Он унижает, второго возвышает. Наша страна появилась в уникальных обстоятельствах. Мы появились с желанием стать христианской страной. Не исключительно христианских, которые от всех требуют быть христианами, но ценности, на которых базируется наша юридическая и образовательная система, появились благодаря христианскому мировоззрению. Свобода и процветание появились из наследия нашей веры. В эти дни модно подчеркивать самые темные страницы нашей истории. Они есть, у нас нет оправданий, и мы должны поступать мудро, и в это, и в будущее время. Но в этих обсуждениях часто упускают то, что в мире не было мест, где было бы лучше. Мы забываем о человеческом сердце и его состоянии. Евангелие Иисуса Христа. Это послание преображения, примирения и надежды для всех. Это Евангелие, которое меняет жизни. Оно несет надежду человечеству. Если мы не признаем того, что мы грешники, нуждающиеся в Испасителе, то для нас нет надежды. Ее нет больше нигде. Люди хотят отделить влияние веры от культуры, тем самым осуждая себя на гнет. Я не ожидаю, что мирские люди, язычники, примут эту идею. Но Церковь Иисуса Христа должна понять сил преображенной жизни. Мы агенты исцеления, мира, надежды. Не просто благодаря нашей риторике. Мы не сможем превзойти зло своей организации. Все дело в том, что мы признаем нужду в преображении изнутри. Все мы. И слава Богу, что Бог дал нам силу, чтобы помочь нам в этом. Благодаря этому наследию у меня есть надежда. Оно является частью нашей истории. Если не идеальной, то хотя бы последовательной. Я хочу привести вам цитаты отцов-основателей, потому что сейчас их не используют, по крайней мере, так часто, как делали это раньше. У меня диплом историка, и сегодня учебники истории кардинально отличаются от тех, что были несколько десятилетий тому назад. История — это взгляд, каждый взгляд. И тот взгляд, который преподносит сегодня ученикам, кардинально отличается. Я поделился с вами цитатами и связал их с людьми. Но знаете ли вы, что 52 из 55 подписавших Декларацию Независимости были глубоко посвященными верующими христианами? Оставшиеся трое считали Библию божественной истиной, верили в Богописание и в его личное вмешательство. И тот же Конгресс, что ратифицировал Декларацию Независимости, создал Американское Библейское Общество. После подписания этой Декларации Независимости, Континентальный Конгресс согласился купить и привезти 12 тысяч экземпляров Писания для всех людей. Патрика Генри, которого называют разжигателем Американской революции, помнят за его слова «дайте мне либо свободу, либо смерть». Но в современных учебниках никто не рассказывает о контексте этих слов. Я прочитаю вам его. Нам осталось лишь призвать к оружию и к Богу Небес. Но мы не будем бороться сами. Есть справедливый Бог, который следит за судьбами народов. Судь битвы не уничтожение. Дорогая жизнь и мир приобретаются ценой оков и рабства. Я не знаю пути, которые выберут другие. Но я говорю так, «дайте мне либо свободу, либо смерть». Он не был просто бунтарем или революционером, он был верующим. И он надеялся на то, что наследие веры принесет свободу нашей стране. Величайшая глава в нашей истории — это времена, когда наша вера выходила вперед. Я могу привести множество примеров. Последнее из них — это движение за гражданские права. Доктор Кинг использовал моральный авторитет Писания, чтобы вся страна знала о том, что Бог призвал нас жить лучше. Это не было политическое или идеологическое движение. Это было проявление истины всемогущего Бога. Вот каково наследие нашего народа. Я приводил вам цитаты Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. Люди говорят, что Джефферсон не был христианином. Он был деистом. Знаете, кто такой деист? Он не был мусульманином или буддистом. Деизм связан с пониманием Писания. Они считают, что Бог завел мир как часы и отошел от него, но он верил в Иисуса. Эти ценности сформировали его жизнь и его мысли. Он много чего написал в Декларации о независимости. Мы считаем эти истины очевидными. Все люди созданы равными. Он верил в Творца, а мы используем их для того, чтобы дискредитировать его, отбросить, словно он не был верующим. Был ли он идеален? Ну, едва. Но если совершенство это требование, то всем нам конец. Джеймс Мэдисон был одним из главных авторов Конституции. Он сказал следующее. Мы ставим будущее. Наша новая страна не на силу правительства. Наоборот, мы ставим будущее нашей политической Конституции на способность каждого управлять жизнью посредством десяти божьих заповедей. Опять же, они не были совершенными людьми. Мы можем с легкостью найти слабости в их жизни, за которой их можно проигнорировать. Но если бы текущее поколение американцев захотело жить в первую очередь на моральных принципах десяти заповедей, почитать Бога и Его Слово, то наша культура изменилась бы кардинальным образом. И это послание должно начинаться с сердец тех, кто собирается в церкви. Нелогично и несправедливо ожидать подобного от лидеров, если мы сами не готовы сделать это. Этот эксперимент самостоятельной республикой не задумывался как что-то, что сможет процветать вне иудейско-христианского мировоззрения. Вот почему здоровье и сила церкви критически важны. Я не хочу указывать пальцем на кого-то. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели в зеркало и сказали, «Боже, я хочу быть таким человеком, которого ты сможешь использовать, чтобы изменить мое поколение». Я не хочу знать о проблемах больше, чем знаю об истине всемогущего Бога и о том, как мне быть светом в этом мире. И в контексте всего этого я хочу поделиться с вами библейской точкой зрения. Духовные трудности — это часть путешествия. В послании к Ефесиным Павел пишет, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной». Он не говорит, что у нас не будет борьбы. Все не так. Он лишь говорит, что наша борьба не против крови и плоти. Величайшая проблема человечества — это не проблема людей или государственной системы. Это духовные проблемы. И нам нужна духовная перемена, чтобы разобраться с этой проблемой. Есть духовные силы зла поднебесе, которые хотят уничтожать свободы, определяющие наши жизни. Вопрос в нашем сердце. Величайшая история избавления в Библии — это история исхода. Евреи были рабами в Египте на протяжении сотен лет. И тут Моисей приходит из пустыни и говорит людям, «Мы уходим, собирайте вещи». Он идет в дворец фараона и говорит, «Тебе придется отпустить этих людей». Фараон решил, что это плохая идея. И призвал фараон мудрецов и чародеев, эти волхвы египетские, сделали то же самое своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ». Вы знаете эту историю. Он бросил жезл, и тот сделал со змеей. И когда Аарон сделал это, то фараон призвал своих волшебников. Они повторили. Вот только жезл Аарона поглотил других. Он пришел с одним жезлом, и когда уходил, то его жезл стал толще. Но мы видим, что фараон ожесточил свое сердце. Он положился на египетских волшебников и на их чары. Фараон не захотел прислушаться к Богу. Фараон думал, что Моисей был его единственным оппонентом. Он думал, что этот пастух из пустыни Беглец был его оппонентом. Но Моисей был лишь посланником. Фараон столкнулся с силой самих небес. Мы должны осознать это, друзья. Мы не богословы, не моралисты, не люди с полезной этикой. Власть всемогущего Бога призывала нас из тьмы и установила нас в этом поколении, чтобы изменить мир ради Него. У нас должна быть смелость, чтобы сказать, Иисус — это всегда хорошо. А фараон думал, что он борется с Моисеем. Но несколько недель спустя, когда его страна была опустошена и первенцы во всех домах погибли, фараон понял, что его проблема — это не Моисей. Есть сила, которая больше старого мо. И это тот урок, который должна осознать церковь. Я не хочу ожесточить свое сердце. В Евреям 3 главе говорится о поколении Исхода. Я считаю, что ни одно поколение в истории не переживало сверхъестественные силы Божией так, как то поколение. Они видели язвы египетские, прошли через Красное море. Они были в пустыне, где не было еды или воды. Бог дал им манну и воду из скалы. Он дал им столб облачный днем и столб огненный, ночью. Они видели, как затряслась гора Синай, когда слава Божия сошла на гор. Их поддерживала сила Божия. Среди них не было больных, потому что Бог хранил их. Их одежда не изнашивалась, потому что Бог поддерживал ее. Вопрос не был в одном чуде. Они жили среди чудес. А когда они дошли до границы земли обетованной, в чем и была вся суть, выйти из рабства и войти в землю обетованную, они сказали, нет. Это чудесная земля, красивое место, но там великаны, их города укреплены. Возможно, нам удастся захватить их, но это будет трудно. Это будет нелегко. Это хорошее место, но нам будет так трудно. Мы остаемся здесь. А ты корми нас каждый день. Заботься о нашей одежде. Нам будет трудно получить наше наследие. А знаете, что сказал на это сам Бог? «Хорошо. Вы можете умереть в пустыне». И 40 лет они бродили кругами. Бог кормил их, они не умерли с голоду, но они упустили ту привилегию, ради которой родились. они могли стать одним из самых удивительных поколений человечества. И мы видим комментарий к этому местописанию. Сказано, «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите голос Его. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Мне кажется, что урок в том, что сверхъестественное переживание с Богом не гарантирует того, что мы дальше будем послушны. Что изменилось, если бы фараон сказал Моисею, «Моисей, мы скучали за тобой?» Моисей вырос во дворце с фараоном. «Мы скучали за тобой, Моисей! Ты всегда был таким добрым. Я знаю, что ты не сдержался, и убил одного из этих надсмотрщиков. Но мы рады, что ты вернулся, и ты прав. Этим людям нужна свобода. Но прежде чем уйти, призови благословение Божие на наш народ». Как вы думаете, могла ли ситуация закончиться иначе для Египта? Но сказано, что фараон ожесточил сердце. Бог послал евреям лидера. Они видели чудеса. Но когда они дошли до того момента, когда их попросили пойти трудным путем, они сказали, «Нет, спасибо!» Мы должны следить за своими сердцами. Друзья должны быть внимательны. Мы не можем злиться, критиковать или судить нечестие, говоря, «Я хочу, чтобы кто-то сделал это за меня». Мы должны быть готовы взять истину всемогущего Бога и явить ее в той сфере влияния, что Бог дал нам. Я хочу уделить минуту тому, чтобы поблагодарить вас. Ваше партнерство помогает нам проделывать невероятную работу. Я очень рад началу года. Я очень люблю это время. Это чувство свежего старта. Этот год мы тоже начинаем с Иисусом. Мы создали книгу, которая может помочь вам. В ней есть 365 коротеньких посланий на каждый день и небольшая молитва, которые помогут вам стоять твердо посреди всех жизненных горь. Мы живем в мире хаоса. При этом у нас есть божественное задание. И мы очень надеемся, что эта книга поможет вам, чтобы 2019-й стал самым победоносным годом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас и прекрасного вам года. Не будьте пассивными в своем сражении против врага. Стойте твердо, начав свой день, с новой книги пастора Аллена «Стойте твердо». Будьте готовы к жизненным бурям, укоренившись в непоколебимой истине Божьего Слова. Позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт, адрес которого вы видите на экране, и закажите свой экземпляр уже сегодня. Спасибо вам за поддержку этого служения. Вместе мы приносим разницу. Нам нужно откровение от Бога. Откровение — это не знание, а понимание. Посмотрите Ефейсиным первую главу, 17-й стих. Тут сказано, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения. Есть вещи, которые ведут к такому откровению. Жажда по Слову Божьему, время в молитве, осознание Духа Святого, желание почитать Иисуса, смирение и покаяние. Эти вещи приводят к подобному откровению. Если вам безразлично Божье Слово, если вы не вкладываете время в молитву, если вам не интересен Дух Святой, если вы не почитаете Иисуса, то зачем Богу давать вам откровения? Вы бы не приняли его. Но если мы дадим этим вещам место в своей жизни, Библия говорит, Бог даст нам ответы всегда. Золотым стандартом нечестия в Израиле были Ахав и Иезавель. Ахав был царем Северного Царства, его жена даже не была иудейкой. Она финикейка, и она была хуже Ахава. У него были злые идеи, но ему не хватало смелости воплотить их. Их воплощала в жизни Иезавель. Вместе они являются величайшим проявлением нечестия среди царей в истории Израиля. Но Бог поднял пророка, чтобы выступить против Ахава и Иезавели по имени Илья. Он был тем еще персонажем. Не уверен, что вы бы хотели такого соседа. Он бы созвал что-то на вас. Он не был приятной личностью. Он устроил состязание с пророками Ваала. Сделал это на горе Кормил. Он сказал, вы долго не могли принять какую-то одну сторону. Настало время принять решение, кому народ будет поклоняться. Он сказал, завтра вы соберете пророков Ваала. Мы приготовим жертвенники, вот только мы не будем поджигать его. Истинный Бог зажжет огонь на жертвеннике. Слуги Ваалы взялись за дело первыми. И когда ничего не получилось, он спросил их, может, ваш Бог в уборной? Пророк Божий говорил такое. Он был один против многих сотен. Настал его черед, и он сказал, прежде чем помолюсь, давайте зальем жертвенник водой. Они вылили несколько бочек воды на жертвенник. Вы знаете, что Илья помолился? И с небес сошел огонь. Мы бы подумали, что после такого человек должен смириться. Да? Но этого не случилось. И Изавель пошла ва-банк. Она сказала, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Ильи. Да. Никакого уважения. страха Божьего или смирения. Разве мы не видим того же в нашем мире? Но Бог подготовил Илью, чтобы встать в проломе. Эта тема видна в Писании. В Евангелии от Матфея 4 главе сказано, и если хотите принять, он и есть Илья, к которому должно было прийти. пророки говорили, что до пришествия Мессии кто-то придет в духе Ильи. Иоанн Креститель бросил вызов своему поколению. Он сказал, вы живете в нечестии. У вас есть храмы, праздники, но сердца ваши далеки от Бога. Вы должны покаяться. Что с ним случилось? Каким был конец Иоанна Крестителя? Помните, что Изавель сказала о Илье? Она сказала, я отрублю тебе голову. Завтра же что случилось с Иоанном? Ему отрубили голову. Но Бог подготовил его. В Евангелии от Луки сказано так, и многих из сынов Израилевых обратит он Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников. Это важное послание. Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что среди рожденных женами нет больше Иоанна. Но думаю, мы не скажем, что у него была легкая жизнь или приятная жизнь, жизнь без проблем. Мне кажется, что мы неправильно смотрим на ситуацию. Наша цель, чтобы все было легко. А когда становится трудно, мы просто капитулируем и говорим при этом, все оказалось сложнее, чем я думал. Иногда так оно и есть, но мы трудимся не ради только собственного комфорта. Вы упустили чудесный шанс сказать на это Аминь. Церковь Иисуса Христа может предложить человечеству достоинство настоящую ценность и надежду. Это приглашение из тьмы в Царство Всемогущего Бога, когда мы почитаем нашего Творца Иисуса из Назарета. И это приглашение Всемогущего Бога звучит по сей день. Евангелие это радостная весть. История Иисуса это не ограничение, а приглашение к свободе от грехов, оков, тьмы, отчаяния и безнадежности. Если вы слышите Евангелие и вам кажется, что оно ограничивает вас, вы ошибаетесь. История Иисуса это приглашение на свободу. Я помолюсь с вами. Но до этого я хочу пригласить вас к нам в Мёрфисборо 9 и 10 февраля. К нам в гости едет Оливер Норс. Он будет говорить на служение. Я верю, что он благословит вас. Мы хотим начать год с нужного настроя. Вам не нужно оставлять свою церковь, это просто поездка на выходные. У Бога есть нечто чудесное для вас. Давайте помолимся. Отче, я молюсь, чтобы ты помог нам увидеть твое приглашение, чтобы мы приняли то, что ты приготовил для нас в этом году и вошли в свободу, надежду и истину со смелостью и уверенностью. Я благодарен за твою верность и благость к нам. Мы принимаем их во имя Господа Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...